Здравствуйте! С новостями культуры Хакасии познакомлю вас я, Алиса Калиниченко. История российских побед на полотнах столичных художников в Национальном краеведческом музее начала работу экспозиция студии имени Митрофана Грекова. Выставочный проект «За родину» – результат сотрудничества между Министерством культуры Хакасии и Управлением культуры Министерства обороны России. В этом году студия военных художников имени Митрофана Грекова отметила своё 80-летие. За годы существования задача объединения осталась неизменной – это служение Отечеству посредством искусства. Важно показать глазами художников, то есть творческих людей, как служение отчизне, служение Родины является главной составляющей нашего государства и нашего народа. Потому что российское государство, оно рождалось в войне, оно отстаивало себя в войне. И, наверное, вот это умение воевать, умение отставить свою Родину – одно из главных в нашей российской государственности. Натуральность реализма в какой-то степени даже репортажность. Глядя на полотна, создаётся впечатление, что художник писал картину с места события. В годы гражданской и Великой Отечественной войны так оно и было. Эскизы будущих работ создавались в окопах и на передовой. Сегодня современные художники регулярно ездят в командировки в действующую российскую армию и детально изучают тот период истории, который намерены запечатлеть. Если ты постоянно этим занимаешься, хочешь не хочешь, ты становишься специалистом. По разным видам оружия. Кто-то у нас корабли, они в кораблях разбираются, в подводных лодках, танки. Ещё критикуют друг друга. А я-то по большей части историческая тема у меня и иконописи. У нас ещё в студии иконописи мы занимаемся. Центральное место на выставке занимают произведения, посвящённые Великой Отечественной войне. Здесь можно увидеть не только батальные сцены. Художников интересовала и обратная сторона войны. Удивительно трогательные работы «Дети Сталинграда» и «Боевые подруги». Несмотря на то, что выставку посвятили 70-летию Победы, картины подбирали так, что по полотнам можно изучать историю государства российского. Экспозиция будет открыта до конца мая. 2015 объявлен годом литературы. В нашей программе мы рассказываем о писателях Хакасии. Сегодня герой нашего сюжета – поэт и прозаик Юрий Иванов. Коллеги говорят о нём как о человеке с активной гражданской позицией. Автор твёрдо убеждён, что каждый несёт ответственность за то, что происходит с обществом, с окружающей природой и Родиной. И изменить мир к лучшему в силах каждого. Главное – не быть ленивым и равнодушным. Договариваясь об интервью с писателем Юрием Ивановым, местом встречи выбрали библиотеку. К ней у Юрия Анатольевича особое трепетное отношение. Детство писателя пришлось на тяжёлые послевоенные годы. И библиотека стала тем местом, где ребёнку было хорошо – с друзьями, книгами и шахматами. Первые стихи юный поэт написал в третьем классе. В молодости работал в газете, но серьёзной литературой занялся уже в зрелом возрасте. Первая книга стихов «Улыбка женщины» вышла в 2001 году. О женской доле, о судьбе женщин, о женщинах вообще разного возраста и юных. И у меня тексты песен тоже как-то связаны с женской тематикой в основном. У меня где-то порядка 130 с лишним текстов песен. Большую роль в творческой жизни Юрия Иванова сыграла дружба с Иваном Ерыгиным. Они тесно общались вплоть до трагической кончины легендарного спортсмена и тренера. После его смерти Юрий Анатольевич организовал на малой родине в посёлке Сизая музей Ивана Ерыгина. А после издал книгу «Легенда спорта». Эта личность, мне кажется, какой должна быть у нас личность, может быть, даже не в этом, а в следующем веке. Это доброта, это искренность, это доброжелательность, это какая-то невероятная озабоченность о судьбах других людей. Он всегда всем помогал, отдавал всё, что мог. Свои первые книги Юрий Иванов издавал на свои собственные средства или искал спонсоров. Сегодня в Хакасии для писателей созданы комфортные условия работы. Существует материальная поддержка в виде премии и стипендий. Но самое главное – литературное творчество местных авторов при поддержке правительства в республике регулярно издаётся. У Юрия Анатольевича в ближайшее время выйдет в свет новая книга-прозы. Есть небольшая такая книга, детская будет, «Крылатая Анюта». Там есть повесть о девочке, которая живёт в тесном контакте, в содружестве, в гармонии со всей природой, которая её окружает. Как она там спасает, помогает взрослым спасать животных – об этом книга. И я надеюсь, что вот кто её прочтёт из родителей, из детей, они как-то проникнутся какими-то чувствами, которые, может быть, помогут им и формировать свои собственные души или из души своих детей. Сегодня Юрий Иванов с коллегами многое делает для того, чтобы творчество местных поэтов и прозаиков было доступно школьникам. Для этого был принят специальный проект «Писатели Хакасии детям». Теперь книги наших авторов изучают на уроках литературы. И не просто изучают. Дети пишут эссе, сочинения, рисуют иллюстрации к прочитанному или даже ставят театральные постановки. Авторам важно видеть и знать мнение детей о своём творчестве. Я общался с детьми. Я видел, как у ребятишек глазёнки говорят, с каким интересом они относятся. Читают мои стихи, читают мои рассказы. И учитель есть такой, которому это интересно. И дети есть, которым это интересно. Я, конечно, это мне помогло вообще писать. И я понял, что мои книги могут быть востребованы. Если они востребованы одними учениками, одним учителем, то они могут быть востребованы и в другом месте. Артисты театра имени Топанова отметили 40-летие творческой деятельности. Выпускники Ленинградского государственного института театра музыки и кино, окончившие вуз в 1974 году, сегодня являются костяком труппы театра. Ими сыграно огромное количество ролей как в театре, так и в кино. Для юбилейного вечера актёры долго выбирали подходящую пьесу. В итоге остановились на ревизской сказке по инсценировке Михаила Булгакова поэмы «Мёртвые души» Николая Гоголя. 40 лет на сцене. Таким творческим долголетием могут похвастать далеко не все актёры. Но выпускники 1974 года Ленинградского института театра музыки и кино родились под счастливой звездой. На протяжении десятилетий артисты успешно творили и продолжают творить в кино и на сцене. Чтобы отметить юбилей, нужна была особая постановка, где каждая роль будет бенефисной. В итоге коллектив театра имени Топанова выбрал классику «Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя. Это очень интересный и, мне кажется, всегда востребованным будет на сцене автор. Инсценировку сделал к поэме «Мёртвые души» Михаил Афанасьевич Булгаков. Это специально для МХАТ, ещё в 30-е годы. Поэтому мы не стали искать другие инсценировки, а взяли его. Поскольку оно у него наиболее действенное, и сохранены основные действующие лица и основной сюжет. За время учёбы и работы у выпускников юбилейного курса сложились не только крепкие дружеские отношения. Некоторым актёрам удалось создать крепкие семьи. Всё это говорит только об одном – на сцене профессионалы с большой буквы. Мы и ругаемся, мы и сердимся, мы друг с другом и выясняемые отношения. Но в самый нужный момент мы умеем объединяться, жалеть друг друга, любить друг друга, терпеть друг друга. Жанр юбилейного спектакля – мистическая комедия. Это авантюрное, загадочное пришествие молодого героя Чичикова, решившего заработать денег. Здесь люди с азартом проигрывают всё, как в казино. Страсти поглощают человека. Но произведение Гоголя – это всегда больше, чем простая сатира на современное ему общество. Его творчество – это всегда поиск ответа на очень сложный вопрос – в чём смысл жизни? Мы в жизни тоже занимаемся очень много лишним, чем-то. Может, нужно заняться чем-то одним, главным. Может, это звучит немножко пафосно – сохранение собственной души, подумать о вечном. Иногда говорят, но, может быть, даже и такие мысли. Если возникнут у зрителей, это будет хорошо. Но всё-таки мы говорим вот об этом, о вечном, о том, а зачем человек и для чего он живёт. После премьеры спектакля актёров не отпустили со сцены. Всем выпускникам юбилейного курса вручили благодарственные письма от главы республики. Кстати, в этом году, благодаря переговорам между Министерством культуры Хакасии и Санкт-Петербургской академией театрального искусства, в конце мая в республику приедет приёмная комиссия, чтобы набрать новый курс будущих актёров. Планируется выбрать 27 самых талантливых абитуриентов. До Великого праздника осталось совсем немного времени. Вся республика в течение года готовилась достойно встретить 70-летие Победы. Основные торжества пройдут в республиканской столице. Накануне, 8 мая, на горе Самохвал откроется мемориальный комплекс «Поклонная гора», посвящённый воинам-защитникам Отечества. А вечером здесь же пройдёт красивая и торжественная церемония свеча памяти. Празднование Дня Победы начнётся в 9 утра с торжественного возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы. Затем в 10 часов на Первомайской площади начнётся парад. Впервые за три года в нём будет использоваться военная техника. После торжественного марша на Первомайской площади начнётся театрализованное представление и праздничный концерт. На этом пока всё. Следующий выпуск программы «Культура Хакасия» смотрите 20 мая. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...